Друзья, хочу порекомендовать вам реально крутую игру от создателей линейки Iona, Blade & Soul. В ней есть всё, что нужно. Очень красивый мир, который приятно изучать, интереснейший геймплей и даже прикольные боевые коты. Я договорился о подарке для подписчиков. Переходите по ссылке в описании и получите плюс 10 к атаке, плюс 20 к урону и премиум статус сразу после входа в игру. Всё равно пока в Вове делать нечего. Всем привет, дорогие друзья. Смотрю, вы хорошо оценили наш предыдущий топ. Поэтому мы решили пойти дальше и начать делать подобное в абсолютно разных направлениях. А вы предлагайте в комментариях побольше идей. А задумывались ли вы, кто самые огромные существа в Варкрафте? Сегодня мы вам расскажем, но если же кого-то упустим из виду, то вы подправьте нас. Шестое место. Агонар. Начинаем мы с родного мира орков, Дренора. На полуострове адского пламени покоятся останки огромного повелителя преисподней, Агонара. По своим размерам он намного превосходит своего сородича Монорота. Но кто он, кем он был и кто его убил? Это остаётся загадкой. Агонар был не просто убит, а разорван пополам, так как его нижней части нет рядом с трупом. Из его крови появились исчадья ада и шипастые лозы, такие же, как после смерти Агамагана. У них даже имена похожи. Из квеста прочту. Когда Агонар был убит, его кровь вытекла на землю, образовав своеобразное ядовитое болото. Мощь Агонара была настолько велика, что кровь смогла породить дьявольских созданий. Те зелёные слизняки, что мы можем видеть в прудах, были рождены кровью павшего демона. Подобная сила свойственна также крови древних богов. Ещё у него есть сын, Агонис, что стережёт кости отца. А подтверждает он это фразой, если на него напасть. «Глупцы! Вы отрицаете существование моего отца! Умрите!» У повелителя преисподней сын Страж Скверны. Пятое место. В древние времена на Дреноре обитали могучие колоссы, что, по всей видимости, являются прямыми предками огров. Их скелеты до сих пор можно найти на Хребте Ледяного Огня, но только в альтернативной реальности. Всего их трое, но ими известно только у одного. Громгар. Его и будем брать за основу. Его размеры поистине впечатляют. Только одна его голова больше, чем десять, а то и больше огров. Судить о нём мы можем только по размерам, ибо больше ничего не сказано. Но не забывайте, что дополнение про Дренор было брошено на первой части разработки. Должен был быть ещё огромный материк огров, частичка которого виднеется на карте. Может, на нём бы мы и встретили таких же. Кстати, скоро выйдет второй том Хроник, где нам расскажут о истории Дренора. И я уверен, что мы узнаем о таких колоссах намного больше. Четвёртое место. Шэнь Зэнь Су 800 лет назад над Пандарией навис туман, скрывающий материк от глаз всего мира. Но был один Пандарен, что не хотел сидеть на изолированном клочке земли. Его звали Люлан. Он собрал вещи и отправился на панцире черепахи в плавание. Каждые пять лет Люлан возвращался и приносил вести о том, что творится за туманами. Черепаха к тому времени уже выросла и смогла взять ещё пандаренов. И так, каждые пять лет они возвращались обратно, а черепаха становилась всё больше и больше. Эту черепаху зовут Шэнь Зэнь Су. Но многие, кто играл за пандаренов, знают её как скитающийся остров. И правда, Шэнь Зэнь Су стал настолько огромен, что на нём появилось целое поселение. Бытует мнение, что он сын великого дикого бога Тартоллы. Всем советую пройти начальную линейку пандаренов, а также ту, что в Легионе. И тогда узнаете о нём намного больше. Третье место. Древние боги. Вы их видели? Мерзкие, злобные создания, вмещающие в себя всё плохое, что может быть в этом мире. Однако, то, что мы видим, это лишь их аватар. Частичка, отправленная на поверхность. На самом деле, древние боги очень огромны. Намного больше Штурмграда или Аргримара вместе взятых. Больше 16 тысяч лет назад они рухнули на Азерот и стали управляющим центром, вокруг которых их слуги строили огромные города. Лишь спустя много времени они были заточены в своих темницах. По размеру, один из них, Ктун, чуть больше, чем Шэнь Цзэнь Су. Каких же размеров другие, остаётся только догадываться. Второе место. Голокронт. Мы уже говорили о нём, но освежим память. В самом рассвете Азерота появились протодраконы. Самым большим из них был Голокронт. Он начал пожирать других драконов, становясь в итоге всё больше и больше. Сожжав тысячи своих сородичей, Голокронт превратился в огромную махину, которую можно было невооружённым глазом увидеть даже из космоса. Дракон был на то время самым большим существом на планете. Чтобы вы понимали его размеры, дракон смог запросто откусить руку хранителю Тиру. А тот был не меньше, чем Один в чертогах доблести. Да и его кости вы сможете найти в Драконьем Погосте, чтобы как можно детальнее ознакомиться. Первое место. Титаны. Пожалуй, самыми большими существами являются именно Титаны. Хоть сейчас последний их представитель — это Саргерас. Титаны наблюдали за Вселенной, защищали её. Для них планеты — это всё равно, что для нас глобус. Например, Саргерас мог с лёгкостью разрубить своим мечом планету без особых усилий. Для него даже Голокронт — это обычная букашка. А древнего бога Ишараджа, что являлся самым огромным из своих собратьев, вырвали из планеты словно пиявку. А увидим ли мы когда-нибудь Саргераса в его полном размере? Как вы думаете? Было бы шикарное зрелище. На этом наш топ подошёл к концу. Но я вам укажу ещё тех, кто мог бы попасть в топ, будь чуток покрупнее. КОНЕЦ А на этом всё. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк. И подпишитесь на канал. Потому что так надо. Ещё увидимся. Точно, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»